Что-то вся Раневская. Думаю о срубленном саде. Тата. Не знаю, так придумала моя мама. Ей просто очень-очень нравилось, удобно. Тат-тат. Александра Александровна. Я. Я вообще, да, из цирковой династии. Я в шестом поколении цирковая артистка. Да, в шестом. Я дочь цирковых артистов, я внучка цирковых артистов, я правнучка цирковых артистов и пра-пра. Вообще у нас династия велофигуристов. Это фигурный велосипед, то есть знаешь, когда на одном велосипеде много-много людей исполняют разные фигуры красивые, а также эквилибристы на моноцикле. Это одноколесный велосипед. Выборы есть всегда, и никто не настаивал. Но это такая глубокая связь, которая как бы с опытом и с каждым поколением становится только как дорогое вино. Все-все-все серьезней. Ну, какой-то капитал, знаешь. Я в какой-то момент стал понимать, блин, что-то мне не хватает для себя. А кто я? И вот этот момент познания себя, он произошел только в тот момент, когда я оторвалась. Я сейчас как раз получаю второе высшее образование, но немножко по другой стезе. Первая моя режиссерская я закончила Гейтс. Я очень люблю работать с предметами, да. Мне кажется, ну не то чтобы это прям мой почерк, но я просто акцентирую всегда. То есть, если я беру там какой-то предмет в номере, да, или там в артисте, да даже, даже какой-то элемент одежды, он должен обязательно быть выжат на сто процентов. Ну, у меня был смешной этюд с таким креслом, знаешь, такое было икеевское кресло, железная конструкция с натянутой тканью. Я вытащила эту ткань и использовала конструкцию, ползала в ней, под ней, с ней. Это была глубокая философская, видать, тема. Я пыталась развить на 18 лет. Вообще, мне кажется, чувство юмора всех спасает. Если ты не относишься к тебе серьезно, то как бы слишком либо ты очень несмышленый человек, либо ты у себя очень смелый человек с большой самооценкой. То есть, мне кажется, всегда надо немножко задавривать юморком. Я стараюсь не говорить, что я там режиссер. Да, у меня есть режиссерское образование, но я пока не режиссер. Это очень большой, серьезный путь. И путь артиста. Прежде чем я буду каким-то сносным режиссером, или не буду, я должна пройти тяжелую каторгу артиста и все прочувствовать. Мне так кажется. Я за правду. Это всегда работает. Ну, то есть, это реально достоверно. Когда человек правдив, это подкупает. И плакать я умею. Это прям круто по заказу. А вот смеяться с этим сложнее, потому что это... Ну да, это более-более искренне. У меня естественный смех очень дебильный. И если я выхожу на какой-то там... Начинает что-то сильно забавлять. Он затяжной, очень дебильный. Ну, такой концентричный. И всем всегда... О, Тата опять смеется. И поскольку я очень люблю вардхаусное кино, мне кажется, мне очень удастся там какие-нибудь роковые роли второго плана, что там какая-то немножко сумасшедшая фигура проходит, что-то такое делает, и вот она запоминается. Не знаю. Я, конечно, это немножко отстраненный взгляд. То есть, я не вижу себя там... Это я вот главная героиня, там что-то такое. Я не каскадер. Я не каскадер. Я все-таки артистка. Это важная составляющая. Я проживаю свою роль. Я не просто исполнитель, я не делаю трюки. Ну, то есть, я делаю трюки, но я не делаю трюк ради трюка и ради эффекта. Вау, как она делает. То есть, это как способ самовыражения. Это разговор со зрителем. Это мои слова. Это диалог или монолог. Вокал и мир к счастью. Я бы провалилась. Пою отвратительно. Хотя, мне искренне кажется, что я пою неплохо, но всем остальным так не кажется. Поэтому я предпочитаю дома петь сама. У меня есть дочь, ей 6 лет. Она такая тоже актриса. В отличие от меня, у меня есть прекрасный слух, музыкальный голос. Не занудный. Что, родить? Это несложно и недолго. В 22. Ну, в перерывы между госэкзаменами и сдачей диплома я аккуратно успел родить. А папа? А папа живет в Москве. Папа режиссер. Папа актер. Папа художник и поэт. Вот. На этом, пожалуй, все. Папа. Продолжение следует...